Сегодня в России день работников пожарной охраны. Свой праздник, как и врачи, огнеборцы проводят на передовой. К сезонным добавились и пожары, возникающие в условиях режима самоизоляции. Весна и осень – самое жаркое время в их рабочем графике. В день доходит до 20 вызовов. Огнеборцы всегда должны быть на чеку. Это время должно занимать не более 20 секунд, так как у нас выезд подразделения пожарной охраны дается минута. Пицца одежда защищает бойца от огня и химических воздействий, а этот дыхательный аппарат позволяет находиться в задымленных помещениях аж несколько часов. На вооружении пожарной охраны стоит самая современная спецтехника. Сам автомобиль вывозит 3200 воды и 200 литров пены. Кроме этого, есть у нас аварийно-спасательный инструмент, которым мы работаем при ликвидации последствий дорожных транспортных происшествий. Мы можем вырезать пострадавшего и передать скорой помощи. Но самый важный навык огнеборцев – это умение работать в команде. Все строится у нас на преимущественности поколений. Молодой сотрудник приходит, пока он станет полноценным членом коллектива, проходит год, а то и два. И, само собой, наиболее опытные товарищи его учат всему, подсказывают, обучают. То есть у нас коллективы очень дружные, дежурные смены, ребята сплоченные. Но как бы ни старались спасатели, многое зависит от внимательности самих жителей. В условиях режима самоизоляции тушить огонь приходится чаще, отмечают огнеборцы. Различных боевых выездов, в том числе и частный сектор, и палец сухой травы, и квартиры горят в республике. Мы всегда готовы к выезду, но хотелось бы всех призывать, взять себя в руки немножко и посерьезнее к этим вещам подходить. На счету тех, кто трудится и днем, и ночью, сотни отвоеванных от огня квартир и домов, а главное – тысячи спасенных жизней. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.